Вот яркий пример антидизайна в архитектуре. В принципе, это дизайн в архитектуре. То есть, когда появляется дизайнер в архитектуре, то происходят вот такие маразмы. Вот в современных технологиях отделки стен, где используется металл, пластик, где собственно стена уже готова, она сделана, она есть, ее надо было бы оформить современными технологиями, современной эстетикой, то придурок, недоученный дизайнер, или архитектор может быть даже, вдруг решает рисовать на стене, рисовать красками на стене каменную как бы вкладку. Это имитация, во-первых. Во-вторых, это декорация. Вот для театра еще такое, может быть, куда не шло. Но это же реальная жизнь, это же вот обман, это же фальшивка. Вот на таких фальшивках, на таких обманках строится и граффити. Это уровень мышления граффитистов так называемых. Это уровень мышления так называемых дизайнеров. Это уровень мышления даже, наверное, архитекторов. Потому что я смотрю, они тоже делают все, что угодно, но только не вытаскивают из своего, из материала, из настоящего, естественного материала, его качество. Они этого делать не умеют. У нас в детстве называли выкрасить и выбросить. Никто не подберет. Вот там, где не смогли найти правильную декоративную отделку из естественных материалов, из честных вариантов, появляется вот такая вот мишура, фальшивая мишура. Да, собственно, что говорить. Вся эта фальша, она заложена уже даже в самой тектонике современной, то есть, опять же, антитектонике. Это вот далеко ходить не надо. Вот. Якобы колонна, но на самом деле она как бы и не колонна. То есть, естественный материал не работает, а вместо естественного материала сделали какие-то на прищепках пластиковые фальшфасады, так называемые, да. Ну, и результат вот налицо. Всё облазит. Но это уже отдельный разговор. Народный архнадзор. Так я назову эту рубрику и, пожалуй, буду проводить ликбез. Я не знаю, что сегодня происходит с архитектурной школой вообще Иркутской. Учат там этому или не учат. Но мне хочется поделиться своим пониманием правильной архитектуры, правильной гармонии, правильного дизайна. Моего понимания правильности, которая не совпадает, теория, да, которая не совпадает с практикой в этом городе, к сожалению, почему-то. Меня это так удивляет. Ну, видимо, поэтому я и не работаю в Иркутской архитектуре. Не сработались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!